МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа для профессионалов юстиции, для юристов. Значит, чтобы конвенция решения суда была известна юридической публике и судьям, адвокатам, конечно, прокурорам и всем, кто имеет какое-то отношение к Европейской конвенции. Вот это суть программы, которая сделана для всех 47 стран Совета Европы. Мы очень рады, что одним из первых наших партнеров между Иркутским университет и юридический институт. Вот суть нашего сотрудничества, которое уже успешно началось. А мы очень надеемся, что теперь поставим все это на более системный характер. У нас программа теперь будет еще продлена на два года. Так что мы очень надеемся, что будем успешно развивать сотрудничество. Работая на инновационной платформе «Хелп», иркутские юристы изучали методические материалы, проходили тестирование, выполняли групповые задания, решали практические правовые казусы. Иркутские правозащитники получили уникальные знания в области защиты прав человека, навыки по выявлению доказательств провокации, фальсификации и иных нарушений при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Изучили практику Европейского суда. Нам давалось много практических заданий. Мы занимались разработкой очень важных процессуальных документов. Вы понимаете, такое большое количество адвокатов вместе объединились и работали над созданием очень важных документов, которые в последующем мы будем использовать в своей работе. И это колоссальный обмен опытом, знаниями, плюс все с грамотной подачей специалистами материалов. Это, я не знаю, где можно такое еще приобрести, на каких других курсах. На заключительной встрече и вниманию экспертов были предоставлены авторские проекты по учебным юридическим делам с рассмотрением фабулы дела, предоставлением плана и способов защиты, разработанные на основе глубокого анализа действующего законодательства, практики реальных уголовных дел и основных положений Конвенции о защите прав человека. Ценность представляет именно сам материал, то есть работа с Европейским судом по правам человека, что является сравнительно новым для Иркутской области, сравнительно новым для России. Но это обязательно нужно осваивать, это обязательно нужно учить, потому что это иная правовая культура, и это для нас очень хорошая возможность сделать к этой правовой культуре шаг. Моё пожелание, очень хотелось бы, чтобы все судьи, следователи, прокуроры Иркутской области были вовлечены в этот процесс, потому что пройдя данный курс, я поняла, сколько пробелов у нас в понимании закона и в правильном формировании позиции как суда, так и прокуроров и наших следователей. Параллельно с курсом для адвокатов под руководством профессоров и преподавателей института, а также приглашенных экспертов, был проведен аналогичный курс для студентов. Курс позволил получить уникальные знания в области защиты, прав человека и практические навыки по выявлению и доказыванию провокаций, фальсификации и иных нарушений при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Студенты изучали практику российских судов по проверке законности оперативно-розыскных мероприятий. Позицию Конституционного суда Российской Федерации, а также решения Европейского суда, в том числе вынесенные по жалобам российских граждан. В интерактивной аудитории в зале судебных заседаний имени профессора Николая Игнатьевича Трофимова студенты института разыграли судебный процесс по обжалованию незаконных действий сотрудников правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В игровом судебном заседании студенты продемонстрировали высокий уровень знаний процессуального законодательства, навыки и умения по поддержанию обвинения, осуществлению защиты, а также подготовке процессуальных документов. Самыми убедительными стали выступления стороны защиты. Учитывая все обстоятельства по делу, суд вынес решение в удовлетворении жалобы. Курс повышения квалификации «Допустимость доказательств в уголовном процессе» завершился церемонией закрытия, на котором с успешным окончанием обучения адвокатов поздравил глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих и координатор проектов Совета Европы в Российской Федерации Анастасия Ишадарова. В торжественной обстановке участникам курса были вручены сертификаты об обучении Федеральной адвокатской палаты Российской Федерации и удостоверение о повышении квалификации Иркутского государственного университета. Я очень рад, что впервые за многие годы и адвокатская палата Иркутской области, и юридический институт организовали подобную учебу для адвокатов нашего региона. Это было достаточно интересно, это было познавательно, заставляло вспоминать то, что когда-то раньше проходили, давало возможность ознакомиться с новыми документами. И я надеюсь, что на этом не будет закончено подобное проведение курсов. Можно курсы организовывать по другим отраслям права. У меня осталось очень хорошее впечатление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова